Приветствую вас. Я думаю, что есть здесь в данном контексте несколько моментов, на которые вам стоит обратить внимание. Первый момент это то, что вы боитесь близости. То есть, условно говоря, вы боитесь либо подпускать человека к себе близко, либо, соответственно, самостоятельно что-то делать для него, самостоятельно. То есть, самостоятельно проявлять близость, вы боитесь. А в этом ключе можно говорить о том, что вы себе не доверяете. То есть, у вас есть, к примеру, какой-то импульс, вот, ну импульс, чувство, желание, вот. А вы этому импульсу не доверяете, вы его подавляете. То есть, у вас нет принятия сюда. Вы себя не принимаете, вы не принимаете свои чувства. Ну, такими, как они есть, вот. Такими, как они есть. Это первое. Второе. Второе. Вы пишете, что вам кажется, что неуместно, да, вот, неуместно, ну, значит, делать то, что вы хотите. Само понятие неуместности связано с тем, что вы себя контролируете, ну, то есть, попадаете под контроль. Вот. А, и, соответственно, вы мыслите, условно говоря, не свободно. То есть, эти мысли, которые у вас есть, они не ваши. Вот. А, скорее всего, это родительские мысли. То есть, вы взяли это от своих родителей. То есть, неуместно, это стремление к контролю, эээ, тотально, да. Вот. Попытка действовать правильно, попытка действовать в соответствии с какими-то нормами, которые, в принципе, достаточно, ну, костны, ээээ, бессмысленно строги по отношению к вам. Ну, и, в общем-то, являются вредными. Да. То есть, вот, было бы очень здорово на ним, если бы вы раскрыли вот это вот, ээээ, ну, вот это слово, неуместно. То есть, что это вообще значит, неуместно? А как уместно? Да. Не находите ли вы странным, что у вас неуместно всё? Да. То есть, вот, любое проявление близости неуместно. Что за этим стоит? За этим стоит определённый родительский сценарий, определённый родительский запрет. Запрет на сексуальность, запрет на семью, запрет на интимную близость. То есть, как бы, вот, что-то из этого вам родители запущали. Вот. Соответственно, из этого сценария вам нужно выходить, освобождаться вот этих установок, которые у вас сейчас имеют место быть, то есть, обращать их, эти установки себе во благо, себе на благо обращать. Вот. И, соответственно, использовать их же, да, то есть, совсем полностью их искоренять себе не нужно, но использовать их необходимо безусловно с умом. Вот. Далее. 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 Как мне перестать бояться близости, да, для того, чтобы я могла убежать от одиночества с другим мужчиной? Вот, это неверная подстановка вопроса, то есть вам нужно перестать бояться одиночества, то есть опять же, принять себя, обрести гармонию наедине с собой, да, обрести равновесие наедине с собой, с одной стороны. И тем самым вы сможете снизить важность, значимость для себя, мужчин, и в том числе убрать лишнюю вот эту вот заинтересованность в нем и лишнюю сверхмотивацию, лишнюю мотивацию, что-то для него делать. То есть, то, что вы боитесь одна, является тоже, в общем-то, симптомом, проблемным симптомом, над которым нужно работать, с одной стороны. С другой стороны, вы к одиночеству стремитесь, ну, да, вы мужчин, мужчин, опталкиваете, по итогу остаетесь одна, значит, если вы стремитесь к одиночеству, то вполне возможно, что вам там, в одиночестве, что что-то для себя нужно. Подсознательно вы туда стремитесь, подсознательно вы хотите что-то из него для себя извлечь. Но опять же, вопрос возникает, что? К примеру, вы никогда не были одна. Ну, к примеру. Просто банальный пример. Вы никогда не были одна, допустим, и вы боитесь одиночества, ну, потому что вы никогда не были одна, не знаете, что это такое, как это, и так далее. Вот. Соответственно, в данном случае вы можете хотеть, подсознательно быть одной, для того, чтобы обрести себя. То есть, вот в этих противоречивых аспектах необходимо разобраться, чтобы выработать свою единую стратегию поведения. Наконец, если мы говорим, опять же, о проявлении ласки или симпатии к мужчинам, если мы говорим об этом, то необходимо это делать, опять же, в рамках модели своего женского поведения, которая, по идее, по идее, ну, должна у вас быть, которая должна у вас быть. Вот, модель женского поведения у вас должна быть. Ну, так вот, пока что, можно сказать, что такой модели поведения у вас, попросту говоря, нет. То есть, какая вы женщина, вы сказать, наверное, не можете. Скорее всего, не можете сказать, какая вы женщина, какая у вас модель женского поведения. И отчасти, отчасти, отчасти по этой причине, вы боитесь близости. Потому что, ну, потому что, вот, вы не знаете, как проявлять ласку, вы не знаете, в каком контексте ее проявлять, и так далее. А это тоже навык, это тоже развитие определенных навыков, способностей в коммуникации, в том числе невербальных. Это тоже определенная свобода. Свобода в своем поведении, где проявление ласки и заботы является, ну, не последней ступенью, может быть, да, но далеко не первой. Это каштук. Поэтому, ваша женская модель поведения, да, это также в корректировке, в развитии и в выражении, в проявлении, в реализации. Значит, ключевым моментом для меня, по-моему, является, Одним из ключевых моментов, на мой взгляд, является, именно, Вот, ваш страх одиночества, то есть, непринятие себя, И, соответственно, отсутствие гармонии самой с собой. Вот для меня это является проявлением, Ну, самая главная проблема, решив которую, вы решите, в принципе, все остальные автоматически, Потому что надобность в мужчинах, потребность в мужчинах у вас моментально снизится до уровня нормы, А это абсолютно комфортный уровень, где, без мотивации, в принципе, нет. Вот, в принципе, то, что я хотел вам, наверное, сказать, в ответ на ваш вопрос, который вы задаете. И, значит, по итогу, по итогу, чтобы перестать бояться близких, нужно просто довериться себе. И не думать о последствиях, потому что последствия, по сути, это проявление ласки, заботы, симпатии к мужчинам, является, является иллюзией. И последствия является иллюзией, которая существует только в вашем сознании. Вот подумайте, объективно, а чего вы боитесь? Вот вы говорите, неуместно. Ну и что, вам не хочется? По какой причине вы делаете выбор в пользу того, что уместно или неуместно, а не в сторону того, что вы хотите? То есть, вот, на чем базируется обесценивание своего «хочу» в данном случае? На чем базируется? Кто обесценивал ваше «хочу» ваше желание? Кто обесценивает сейчас эти самые ваши желания? И какова цель сближения с мужчиной? Опять же, да, то есть зачем? Вот на эти темы я рекомендую вам подумать. Ну и, конечно, можно в вашем случае порекомендовать индивидуальную работу, как максимально быстрое средство для корректировки всех ваших проблем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительно пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Корректор А.Егорова